Привет, друзья и подруги подпольной правды! О чем мы в последнее время только не говорили? И о пиратах, и об интернете, и о магазинах. Вот только об играх мы не говорили давно. И это правильно. Но поскольку уж сегодня вроде как праздник, передача посвящается шутерам от первого лица, а на 3dabi.gamesdefiz.tv.ru юбилейный 55-й выпуск передачи «Подпольная правда». Такой юбилейный и такой 55-й. Говорить о шутерах мы будем не просто так, а на примере. Я тут как-то раз закинул невод, пришел невод с травою морскую. Второй раз закинул я невод, пришел невод совсем уж с игрой «Сикрет Сервис». Что в переводе с иностранного языка означает «таинственное клетневание». И если кто не в курсе, клетневание – это когда берут трос, обматывают его куском парусины, а сверху нитками, чтобы парусина не отвалилась. Прекрасное название для шутера, скажу вам. Видно, разработчики тоже закинули невод, и пришел невод с травою. Вот только не с той, с какой надо. Неудачное знакомство создателей «Сикрет Сервис» с морепродуктами сильно сказалось на всем, начиная с наступительного ролика. Несколько мучительно долгих минут нам показывают надругательство над вьетнамцами, неграми, ирано-иракцами и прочими малыми народностями. Если учесть, что надругивались над ними сами америкосы, которые и сделали игру, то ролик вызывает в памяти немецко-фашистскую хронику, где фашисты фотографировались рядом с повешенными детьми и застрельными стариками. Качество съемок ненамного отличается от ютубовского, причем не в лучшую сторону. Как было написано на кольце царя Соломона, и это пройдет. Прошел и ролик. Правда, радость моя была преждевременной, потому что после ролика началась игра. Из заставки перед миссией я узнал, что на носу инаугурация президента, что клавиши ВАЗД служат для управления движением, и что финансовый кризис так сильно подкосил Соединенные Штаты, что денег не хватило не только на текстуры, но даже и на полигоны. Хотя, конечно, не в полигонах счастья. До сей поры американского президента в играх мне доводилось встречать лишь раз, так что я сразу бросился к начальству, не надо ли чего помочь. Президент выказал полнейшую незаинтересованность и вообще четко обозначил свое классовое превосходство. Сколько вокруг него ни крутись, он глух и нем. Неудивительно, что не всем придется по нраву такое обращение, поэтому уже в следующей сцене к нашей процессии подвигают люди, стремящиеся привлечь к себе внимание с помощью автоматных очередей. Президентские наймиты, среди коих числится и игрок, должны отстреливаться от народа и защищать основы существующего порядка. Народ, в свою очередь, стреляет с обеих рук, правда толку от этого сгулькин хрен. Если вдруг кто-то не видал гулькин хрен, объясняю, толку никакого. Во время перестрелок можно вообще никуда не прятаться, меня, к примеру, убить так и не смогли. Отходить за колонны заставляет лишь страх, что придется переигрывать эту сцену второй раз. Кстати, о колоннах. Не знаю, из чего их возводили, но крошатся они за милую душу. Цемент-то марки 300. Зато памятник Аврааму Линкольну не зыблем, как термоядерная американская демократия. Пули не откроили от него ни кусочка. Пока суд до дела, американский президент в компании нескольких охранников отправился пережидать перестрелку в кинотеатре на мультике «Мадагаскар-2». Кстати, очень советую, если кто не видит. Из кинотеатра ребята выбрались веселые, но с острым пищевым отравлением из-за просроченного попкорна. Все-таки есть на свете справедливость. Дальше продолжать не буду, с этой игрой и так все ясно. Не ясно мне с шутерами вообще. Смотрю на них и понимаю, жанр не то, что катится куда-то не туда, а, по-моему, давно уже прикатился. Мы спасли мир от всего, что только придет в голову, от вирусов до зомби-стриптизерш. Побывали на всех мыслимых войнах, от звездных до Второй мировой. Стреляли из всего, что стреляет и не стреляет. От шотгана до шотгана. И что? Чем еще можно удивить игрока? Инаугурированным президентом? Да кому он сдался, кроме американцев? Кто-то, конечно, может возразить, мол, в шутере главная картинка. Не уверен, но даже если и так. Картинка уже давно на том уровне, и когда двигаться дальше, в принципе, можно. Вот только зачем? Тени падают правильно, текстуры грузят память по самые гланды, оружие столько, что можно было бы уничтожить всю солнечную систему. И что? И ничего. Какая разница, какие в игре тени, если в ней нет ни тени смысла? В сотый и тысячный раз нам продают глянцевую перестрелку. В тысяча первый это может и надоесть. А как вам кажется, друзья и подруги подпольной правды? Куда двигаться шутером от первого лица? И могут ли они вообще куда-то двигаться? Может, стрелялки от первого лица лучше все застрелиться прямо в это первое лицо, и не коптить воздух? Пишите. На правду, как всегда, собака. GameZefizTV.ru И до следующего четверга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok